Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот я... Иду на вокзал... Вокзал, вот он... Вот он, красавец вокзал наш... И надо по этой... Лестнице подняться... И я впервые... Почувствовал, что значит отказали ноги... Вот я примерно до середины добрался... Шел... А потом я хочу сделать шаг... Мысленно вот так вот его делаю... А ноги не слушаются... Они как стоят, так и стоят... Вот где-то секунд... Наверное, 15 такой... Длилось... А, ну никак... А поезд уже подошел... Ну... Потом ноги уключились... И я благополучно доехал... До города Воронежу... Сегодня еду пешком... Обычно я проезжаю к парку тут немножко... А сегодня пешком... А вот эта улица... Вот это дом... Ну как... Интересно ходить... По нашим улицам... Улица, улица... Автомойка... Не прижилась... Что-то не то место... Появилось клевое место... Появилось клевое место... Вот здесь я гуливаю... Делаю променад... Для этого надо спуститься... Ниже... Ниже... А вот и дедушка Оленин, дворец культуры. На, вспоминаю свое детство, был я октябренком, был я пионером, это когда был не сознательный, а когда стал сознательный. В комсомолы не пошел, в комсомолы не пошел я, ну в партию тоже. Знакомые все лица кометов, фотки есть, Юлия Савичева. Есть, Алена Апина уже не помню. Так, Белый Орел, по-моему встречался. Я с этими людьми на просторах первого канала. Ну что нам предстоит спуститься вниз. Как-то все скользкое. Стоит ли это делать? Встает вопрос такой. А стоит ли этим заниматься? Вон, видите, там я хожу. Может просто походить, побродить здесь. Что я, наверное, и сделаю. Санаторий Северский Донецк. Убрали этот шлагбаум. Это все загородим. Все. Все загородим. Корпуса. Более-менее благоустроенные. А вот в том переходе, вон три окошка. Нижнее. Есть верхнее, а есть нижнее. Мы ставили теннис и несколько лет играли в теннис. Тут большой ремонт затеян. Вот там мы играли. О, сколько мы переиграли. Всему свое время. А, кстати, вот, может тут спуститься. Время у нас 29 уже минут. То есть на обратный путь. На обратный путь. Ну, спущусь немножко. Немножечко, немножечко. Спустимся. Все. Все. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Прекрасно все это как-то голод переносится. Как только ты сидишь в четырех стенах, а тем более не знаешь чем заняться, время тянется длительно, продолжительно и такой голод переносится очень тягостно. А когда ты какая-то такая умеренная работа, ты чем-то занят именно физически. И лучше всего, вот лично для меня, не знаю для кого как, это ходьба. Пошел, прогулочка, знаете, вот пошел, пошел, куда глаза глядят, Проболтался, проветрился и пришел, такой расслабленный, хорошо. Дальше можно сделать какую-то процедуру. Раньше там воду пил, а потом просто-напросто, когда голодал, начал наблюдать за своим организмом и как-то, знаете, воды особой не хочется. Ну и потихонечку, так и на сухую гулядал, такое у меня бывало, и нормально. И еще более интересно, это я думал, ну вот, если поголодал на сухую, кстати, сейчас я очень мало пью, значит, вот как бы организм должен там подсушиться, он должен, ну, ногти, например, должны стать сухие. И вот после голода там, я только раз сухого там, у меня был там случай, где я где-то 7 суток голодал, даже где-то около 8 сухой голод. После постригаю ногти, а они эластичные. До этого всякое бывает, эластичные, нормальные. Бывают на одной руке суховатые. Ну это, оп, стригу, они эластичные. То есть организм нормализует свои вот эти все параметры, несмотря на, казалось бы, какой-то сухой голод, что должно все пересохнуть. нет, наоборот, ткани, даже такие, как ногти, значит, получают воду почему-то, становятся эластичными. Ну, такие интересные вещи. Одно дело в теории, ты думаешь, а голод вот это, вот это, а другое дело, когда ты все это делаешь на практике, то получается совершенно иная картина. Вот картина, вот картина. Рыбаки на северском Донце. Рыбалят, рыбалят. Свистят гарпуны. Слышите? Забросы идут. Мотаются катушки. Одним словом, лепота. Лепотиша. И пока я еще на голоде, по горячим следам, расскажу со своего собственного опыта, что ж у меня происходит, какие изменения. А происходит следующее. Вначале организм сжимается. Причем это какое-то сжатие очень интересное. Просто он только раз и уменьшился. Уменьшился весь сам. Мышцы уменьшились, жир уменьшился. То есть уменьшилась фигура. Особенно сильно видно, что ты голодаешь по лицу. Глаза вваливаются. Это сразу же происходит. Там щеки осунулись. Как бы сказать, вот работа проявляется на лице, что ты голодаешь. тело примерно такое же, но уменьшилось. Слегка она уменьшилась. Далее. Вот жир, как и был, особенно там, если голодается, там неделя, он практически не уходит. А уменьшение идет за счет мышц. То есть мышцы классно распадаются, уменьшаются за счет мышц. в некоторых случаях хорошо там внутри. В потрохах там как-то голод выедает все это дело, уменьшается так. Что в некоторых случаях живот вваливается. Но жир расстается. И вот когда выходишь из голода, вот тогда-то, тогда-то потихонечку как-то на выходе начинает уменьшаться жир. Мясо не так быстро нарастает, восстанавливается, а жирочек то вот уменьшается. Если вот все правильно сделать, так жирочек уменьшится. если далее переходить на вольные хлеба и ничего не соблюдать, то через какое-то время там, ну допустим, через недельный голод, примерно недели через две-три, все полностью восстановится организм. И в дальнейшем начинается идти набор веса. Набор веса, и в основном это где-то будет жирочек. Поэтому здесь очень осторожно надо быть с голоданиями, чтобы не набрать жира, именно жировую массу. Насколько я понял, организм начинает запасаться сам, не спрашивая тебя, как бы готовясь к следующим голоданиям. И поэтому здесь довольно-таки надо проявить умение, знание, чтобы не набрать. То есть обязательно что-то изменить в питании. И тогда вот это все будет закрепляться. Ну и что я вам хочу сказать, просто со своего опыта. Я вам показывал свои стройные варианты версии самого себя с таким великолепным здоровьем, отменной гибкостью. Вот. Ну и это все надо продолжать. Потому что со временем человек занимается допустим лет 10-20. Как-то это может поднадоесть. Могут измениться жизненные обстоятельства. Что-то там надо делать. Вот как у меня. Ага, телевидение. Все, на телевидении я проработал сколько там около пяти лет. Я практически перестал чем-либо заниматься. Кроме питания. Все. Это вот передачи. А после них ты отходишь. Казалось бы, думаешь, ну что там поговорить, там провести передачу. Первые передачи были настолько тяжелые для меня. У меня поднималась температура. У меня, так сказать, в голове шумело. Вот. Я приезжал домой и просто-напросто пластом там лежал два-три дня отходил от этого. Настолько это энергозатратный процесс. А потом, потом, годика через два вот я только вошел в колею как надо. И дальше уже, знаете, опять-таки, как я говорю, везде должна быть закалка, тонировка. не после этого я уже понял, любые передачи я проводил без всякого якого. Причем интересно, вот раньше, когда начал передачи, некоторые передачи там по своему содержанию там не нравились. И ты как-то ждал, вот, когда же конец, настанет этой передачи, все как-то тебе не по душе. И вот такой настрой на эти передачи, он особенно изматывал. А потом я для себя сделал такую установку. Как правило, съемочный день, есть съемочный день, что этот день кончится. Этот день кончится, несмотря ни на что, то есть вот запастись терпением. И более важно, в каждой передаче, пусть она там какая-то неинтересная, ты должен для себя выявить какой-то интерес. Как только появляется интерес, это вообще правило в жизни, так у тебя появляется энергия, у тебя появляется желание все это дело продолжать, и ты не устаешь, а наоборот даже набираешься некой энергии. Вот такие вот вещи были. А когда бывало на лекциях я выступал, такое тоже было там народ, особенно в том же Воронеже собирался народ, то я помню от внимания, ну там допустим человек 200 там сидело, а то может и больше, а что ты говорил, это внимание настолько тебя заряжает, что ты потом какой-то как энергетически раздутый, тоже начинаешь гореть, пылать, ты есть не хочется, только там попить. Вот такие воспоминания сегодняшнего дня. Получились ностальджии. Сейчас я зайду в магазин, куплю кисломолочного, я буду выходить на кисломолочном, смешаю кисломолочное там стаканчик с чайной ложкой меда, может чуть побольше меда, и выпью. После этого как правило возникает желчегонный эффект, я в течение этих двух суток пил немножко воды, никаких процедур очистительных не делал, срок небольшой. Кстати, интересно, уже в животе бурчало. И как правило, после первой же еды, лично у меня, возникает желчегонный эффект и прослабление. Поэтому доброе здоровьица. Далеко от туалета отходить не надо, чтобы ничего не случилось. Так как за двое-трое суток голода пищеварение не успевает уйти на уровень клеток, оно легко и просто запускается. Поэтому вот где-то двое-трое суток, я уж не говорю, одних сутках, это такое оптимальное время, ну, где-то суток до пяти максимум, лично у меня. Когда выход из голода прост и безболезненный. Если же больше семи суток, вот там такой интересный переломный момент. Опять-таки я за себя говорю. что вот вроде бы он уже где-то где-то перешел наполовину, где-то не перешел. Вот тут уже следует соблюдать какую-то разумную осторожность. Вот видите, на горку поднялся. Что сказать, особо не задвахаюсь, особо не задвахаюсь. На голоди появляется выносливость. То есть человек становится выносливый и может легко там что-то делать. Правда, не интенсивную такую работу. А вот именно ходить, там сумочку носить, как у меня сумочка, видите, вот она сумочка. Ну такое. Ну вот, мы хорошо прогулялись. Тут уже начал канализацией пахнуть. Кстати, на голоде обоняние обостряется многократно и вы будете все эти запахи чувствовать. Поэтому советуется уходить подальше от кухни с ее запахами, чтобы у вас лишний соблазн не возникал. Ну и тут будете выхлопные газы чуять, особенно эту солярку, плюс канализацию, ну и все остальное. Вот наша прогулочка подходит к концу. Выходим из парка. Хорошо. 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 Причем на голоде идет какое-то глубинное расслабление. Вот так даже это трудно сказать, что там расслабляется. Но какие-то такие... Я так понял, что мы состоим из целого набора различных энергий. Часть из них имеет очень жесткие такие структуры. допустим вокруг позвоночника. Часть менее жесткие какие-то. И вот эти спазмы, если возникают вот в этих жестких структурах от разного рода переживаний, душевных травм и прочее, прочее, они очень трудно расслабляются. вот голод их очень хорошо расслабляет. Ну правда для этого хотя бы так недельку две поголодать. Ну вот мы вышли из парка Маяковского. Вот что я купил. Кихвир, йогурт и там еще творожок 5% из кореновки. Вот на этом я буду потихонечку выход это. В кефир я добавлю обязательно меда. Мед я добавлю для того, чтобы вызвать желчегонный эффект. Желч пойдет, то есть вот желч до два дня там не выходила там сгустилась значит она сразу же выбросится и этот желчегонный эффект будет способствовать тому, что вызовет прославление. То есть сразу же идет очищение. Раз и очистит. это хорошо, то есть не надо там никакие вещи типа клизм делать. Все пройдет естественным образом. Вот такие дела.